Почти сутки тушили пожар в Ридеры на востоке республики. Усилиями 400 огнеборцев земли и 4 авиаотрядов с воздуха очаги возгорания удалось локализовать. Выгорело почти 300 гектаров лесного массива. Пламя дошло до ближайшего поселка, уничтожив 37 домов. Сельчане пытались спасти свое имущество. Двое пострадали, один человек погиб. О последствиях чрезвычайного происшествия расскажет Вячеслав Ветлугин. Курсор 684-му второму. Огонь шел плотной стеной. Так описывают произошедшие очевидцы пожара в лесах Ридера. За считанные часы пламя отвоевало до 300 гектаров территорий. Это улица Лихачева. Она первая приняла на себя пламя. Вы сами видите, что осталось от домов. Огнеборцы разбирают руины. Со слов местных жителей, высота пламени достигала верхушек деревьев. И спастись было очень сложно. Люди взяли первое необходимое документы, вещи и пошли туда, к дороге. Все сгорело. Дом 90 квадратов был. Слизнуло за пару минут. Сильное пламя было? Пламя было сильное. Но раза в четыре, может быть, выше деревьев. Может, больше. Жар был нестерпимый. Это обожженная емкость. Все, что осталось от сбережений пенсионерки Лидии Карыповой. Все выскочили, кто куда на дорогу. И Алексей закричал, баба, бери скорее удостоверение свое. Ну вот удостоверение-то схватило. А пенсию в субботу принесли. Я их положила на кресло. И до того растерялась. Это было очень серьезно и очень страшно. Потому что такой черноты, такого дыма, такого верхового положения, еще близ себя, близь вот на этих наших домах мы не видели. Но всем этим людям еще повезло. Они успели эвакуироваться. Сельчане, пытавшиеся остановить пожар самостоятельно, пострадали. Один человек погиб. За жизнь двоих сейчас борются врачи. Один пациент с 49-го года рождения, он поступил сразу в реанимационное отделение. В тяжелом состоянии. Процент поражения 80%. Второй пациент у нас находится в травматологическом отделении. Процент поражения 40%. На сегодня была вызвана санавиация на себя. Приехал областной травматолог, областной реаниматолог. Консультировал пациентов, осмотрели. Рекомендовано перевод пациентов в Усть-Каменогорск. Здесь и сейчас в Ридере подсчитывают размеры денежных компенсаций по горельцам. Уже решено. Городообразующее предприятие выплатит пострадавшим по миллиону тенге. За счет регионального бюджета всем лишившимся жилищ построят новые дома. До 15 августа 31 дом будет построен. Привлечены 5 серьезных организаций. Безусловно, это будет сделано. Кроме того, сегодня начал работать благотворительный фонд. Пока же 13 человек расселят в одном из местных общежитий. 86 сельчан примут родственники. Ускорить восстановление разрушенных строений пытаются огнеборцы. Больше 400 пожарных. Расчищают завалы и устраняют очаги возможных возгораний. После аэровизуального обследования было установлено, что действующие кромки пожара в лесу не наблюдаются. Что говорит о пожаре, который распространялся по жилому сектору, то на данный момент пожар там ликвидирован. Идет разборка конструкций. Пожаров с подобным уроном и масштабами на Востоке не случалось больше 10 лет. Впрочем, в беде восточно-казахстанцев не бросят. Материальную поддержку жителям региона уже вызвались оказать сотни волонтеров со всей страны. Обеспечение господдержки пострадавших президент контролирует лично. Вячеслав Фитлугин и Жигер Бабаканов. Восточно-казахстанская область. Хабар, 24.